В Рязани на улице Чапаева произошла автоавария. Виновницей, по всей видимости, стала женщина-водитель, которая, управляя автомобилем Рено, выехала на перекресток со стороны улицы Пролетарской на запрещающий сигнал светофора. В это время со стороны улицы Чапаева ехал автомобиль ВАЗ 14-й модели. В результате столкновения «Жигули» отбросила на Митсубиси и мотоцикл, которые стояли перед перекрестком. 17-летний студент Рязанского колледжа электроники, управлявший мотоциклом, не имел права управления мотоциклом, также управлял мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Он получил при дорожно-транспортном происшествии ушибы кисти и бедра. Также пассажир отечественного автомобиля, годовалый мальчик, получил ушиб мягкие ткани лба. Оба пострадавших для оказания медицинской помощи были доставлены в детскую областную больницу города Рязани. Но в госпитализации они не нуждались. Кстати, с приходом теплого времени года на городских улицах стали все чаще появляться мотоциклисты и скутеристы. Зачастую управляют этими транспортными средствами подростки без водительских удостоверений и, соответственно, плохо знающие правила дорожного движения. Чтобы снизить травматизм и смертность, отныне водители скутеров и мопедов должны будут сдавать экзамены на право вождения. Права смогут получать лица старше 16 лет. Кроме того, скутеры и мопеды, объем моторов которых не более 50 кубических сантиметров, выделят в отдельную категорию М. Впрочем, пока у российских автошкол нет единой программы обучения на эту категорию, а инспекторы, соответственно, не могут принимать экзамены. Поэтому дорожным полицейским дано указание не наказывать скутеристов за езду без прав, пока не будут приняты поправки к закону о безопасности дорожного движения. В общем, все по-российски. Закон появился, а обеспечения под него как нет, так и не было.